С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. По факту разлива нефти в районе Харягинского месторождения на территории Ненинского округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов». В Ненинском округе за выходные выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие, за исключением одного человека, жители округа. Семеро из 64 активных случаев на сегодняшний день помещены в стационар окружной больницы. Большинство жилых домов, которые строятся в Нарьянмаре и поселке Искателей, в том числе и для переселенцев из ветхого аварийного жилфонда, будут сданы в эксплуатацию с большим отставанием от сроков, изначально предусмотренных госконтрактами. Очередной ущерб природе. 17 октября в районе Харягинского месторождения произошел разлив нефтепродуктов. Как сообщает пресс-служба предприятия «Лукоил Коми», разлив нефтесодержащей жидкости произошел из-за отказа трубопровода в районе дюкерного перехода через реку Колва. Следственным управлением по Архангельской области и Ненинскому автономному округу возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела прокуратуры Ненинского округа поставлено на контроль. По оперативной информации МЧС, на которую ссылается пресс-служба администрации Ненинского округа, 17 октября при проведении работ по опорожнению участка недействующего трубопровода ЦПС «Южная шапка» произошла разгремитизация, вследствие чего нефть попала на водную поверхность. Губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный сразу же дал поручение вылететь на Харягинское месторождение межведомственной группе. Прокуратура округа совместно со специалистами Главного управления МЧС России по Ненинскому округу, Департамента природных ресурсов, экология ПК Ненинского округа, Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми Ненинскому округу и руководством Лукоил Коми был организован вылет на место происшествия. По предварительной информации, в 11 часов 17 октября 2020 года при проведении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода «Южная шапка» Харьяга обнаружен порыв трубопровода и разлив нефтепродуктов. Площадь разлива на почве составляет 25 квадратных метров, а также обнаружена радужная пленка на реке Колова. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составляет 0,9 кубических метра. На данный момент предприятием Лукоил Коми организована работа по локализации и ликвидации разлива. Установлены четыре рубежа защиты. К месту происшествия завезено 20 тонн сарбента. Межрегиональным управлением Росприроднодзора отобраны пробы воды и почвы. Собрано 5 тонн загрязненного грунта. Что важно понимать, разгармитизация этого недействующего трубопровода произошла в 25 метрах от водной поверхности. По ручью жидкость стекла, это нефть, стекла в реку. На текущий момент утечка устранена, угроза дальнейшей утечки отсутствует. Если вчера там было задействовано 37 человек и порядка 10 единиц техники, то сейчас там уже работают на сегодняшний день 80 человек и 22 единицы техники, из которых 5 вертолетов и 7 плавательных средств. С 18 октября введен режим ЧС на части территории Заполярного района, акватория реки Колва от моста в поселке Харьягинске до границы Неницкого округа с Республикой Коми. Режим ЧС также введен в районе загрязнения в Республике Коми. Как отметил губернатор Неницкого округа, позиция и региональной администрации прокуратуры и Росприроднодзора простая и понятная. Мы ничего не намерены скрывать, будем объективно оценивать происшествие и его масштаб. Если потребуется, мы готовы мобилизовать технику и людей в помощь недропользователю для ликвидации последствий утечки. Телеканал «Север» будет следить за ходом событий. В Неницком округе за выходные выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – жители округа, и только один из них – из другого региона. Среди местных жителей инфицирование произошло через контакты с ранее заболевшими, либо это так называемые завозные случаи, обнаруженные по возвращению в Нарьинмар из-за пределов округа. Есть и неустановленные случаи заражения. В настоящее время от COVID-19 в регионе получают лечение 64 человека. Практически все они – местные жители. Это максимальные цифры с начала пандемии. В стационаре находится 7 человек, все остальные получают лечение амбулаторно. Еще 373 человека находятся на самоизоляции на дому. Напомним, в Неницком округе действует режим повышенной готовности. Ношение медицинских масок в общественных местах, а с сегодняшнего дня и в общественном транспорте – обязательно. Прибывая в Неницкий округ из другого региона, необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией, либо в течение трех дней сдать тест в Нарьинмаре. В противном случае прибывающие должны пройти курс двухнедельной самоизоляции. В этом случае листок временной нетрудоспособности не выдается. Тест в Нарьинмаре можно пройти только за свой счет, либо за счет работодателя, если он такое решение примет. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, взрослая поликлиника окружной больницы принимает только экстренных больных, плановые приемы отменены. Ситуация с сезонной заболеваемостью вирусными инфекциями в регионе, такими как ОРВИ, становится все серьезнее. На данный момент уже приостановили работу некоторые из образовательных учреждений Неницкого округа в городе Нарьинмаре и сельских населенных пунктах округа. Приняты меры безопасности во всех образовательных организациях. Там запрещены культурно-массовые мероприятия, организованы входные фильтры с обязательной термометрией, влажной дезинфицирующей уборкой, ведется контроль за режимом проветривания. На основании рекомендации Роспотребнадзора от 8 сентября введены дополнительные меры профилактики распространения инфекционных заболеваний, соблюдения всеми сотрудниками образовательных учреждений масочного режима, за исключением уроков и занятий. Считаем, что строгое соблюдение как раз-таки санитарных правил позволяет в настоящее время до сих пор максимальному количеству образовательных организаций в регионе работать в штатном режиме. На сегодняшний день приостановлен образовательный процесс в 10 образовательных организациях округа в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ или по причине контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. На досрочные каникулы ушли учащиеся школы номер один и села Великовисочное, которые продлятся до 21 и 23 октября соответственно. На дистанционное обучение перешли по несколько классов школ номер 2, 3, 4, поселка Искателей, школы имени Антона Пырерки, сел Тельвиски и Шойна, а также временно закрытые детские сады Тельвиски, Лабожского и Щелина. Остальные образовательные организации осуществляют свою деятельность в очном режиме. В столице Заполярья продолжается вакцинация медицинских работников от новой коронавирусной инфекции. Она проводится по субботам. О процедуре вакцинации, а также о состоянии привитых в следующем материале моей коллеги Натальи Дуркиной. В Ненецкий округ доставлено 38 доз вакцины от коронавируса гам-ковид-вак. На начальном этапе данным препаратом будут вакцинировать медицинских работников, которые контактируют непосредственно с пациентами, у которых был диагностирован коронавирус. В минувшую субботу были привиты еще 15 человек. Это врачи и медсестры. Нам поступила вакцина, которая разработана институтом Гамалеи. Это вакцина, которая разработана так называемым биотехнологическим методом без использования непосредственно патогенного вируса. И вакцина поступила в количестве 38 доз. Прививание осуществляется двукратно с интервалом 21 день. Есть показания, есть противопоказания. При отсутствии противопоказаний медицинский работник проходит необходимый осмотр. Его заносятся паспортные данные специально в систему, которая разработана в Министерстве здравоохранения. И после этого осуществляется непосредственно первая вакцинация. В последующем медицинский работник наблюдается. И через 21 день вакцинация повторяется. Вакцинация проводится по субботам. Сначала медицинский работник проходит медосмотр. В отсутствии противопоказаний идет на прививку, которая вводится в плечо. Далее за вакцинированными медработниками будет установлено динамическое наблюдение, которое продлится три недели. Вакцина приходит к нам замороженной. То есть ее необходимо хранить в морозилке при температуре не выше минус 18 градусов. Прежде чем провести вакцинацию, мы достаем вакцину из морозилки. То есть она должна дойти до нужной температуры, разморозиться. И только потом проводим вакцинацию. Медицинскую помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 60 медицинских работников. Это врачи, медсестры и техперсоналов. Прошлую субботу, 10 октября, прививки сделали шесть медработников. Все они чувствуют себя хорошо. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Собрание депутатов Ненецкого округа инициировало обращение в правительство Российской Федерации о выделении округу финансовой помощи из федерального бюджета в связи с выпадающими доходами в окружной бюджет из-за низких цен на нефть. Как известно, нефтяные налоги являются основным источником пополнения окружной казны. Бюджет же в условиях жизни на Крайнем Севере остается социально ориентированным. Вопрос об обращении в правительство Российской Федерации за финансовую помощь для округа депутаты рассмотрели в ходе очередной октябрьской сессии регионального парламента. У нас 85% расходной части составляют социальные выплаты. Это у нас и заработные платы, это выплаты непосредственно 2,6 миллиардов. Эту помощь оказываем нашим пенсионерам, многодетным семьям, потому что у нас все-таки особенные условия проживания, арктические условия проживания, и мы должны это делать. Это в том числе и выплаты, субсидии для юридических и физических лиц в связи с тем, что у нас установлены определенные тарифы. Особенно много занимает это, конечно, по селу, потому что там наиболее высший тариф. Взять по электроэнергию у нас практически 52 рубля за киловатт с учетом НДС. Это очень много, если в городе, это всего составляет 6 тысяч. Но мы должны каким-то образом компенсировать людям, это у нас идет компенсация, в том числе компенсация идет сельхозпроизводителям по молоку, по мясу, по хлебу у нас субсидируется, доставка субсидируется для того, чтобы в полном объеме могли, значит, у нас было продовольственное обеспечение сельских населенных пунктов. По всем этим направлениям у округа приняты обязательства на текущий год на общую сумму 5 миллиардов 900 миллионов рублей. Из-за выпадающих доходов, поступающих в окружной бюджет от нефтедобывающих компаний, округ может рассчитывать только на 2 миллиарда 600 миллионов. Стоит отметить, что несмотря на всю оптимизацию, оптимизация практически прошла на миллиард 900, все, что можно было сократить, все оптимизировано в нашем окружном бюджете, поэтому мы вынуждены обращаться за помощью, федеральной помощью. Было уже два транша федеральных для помощи субъектам. В ноябре ожидается следующий, третий транш. Без федеральной поддержки выполнить все взятые на себя обязательства окружной бюджет просто не сможет. Мы просим, чтобы подошли первое индивидуально к нашему округу, и второе, все-таки предусмотрели вот эту сумму 3,9. Фактически у нас, еще раз повторяю, нам необходимо 5,9. Но мы еще раз пересмотрим все наши обязательства. И вот эти 3,9 – это сумма, которая на самом деле просто необходима для округа. Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью финансовых платформ. Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании. А за его оформление Marketplace эта финансовая платформа не будет взимать комиссию. С 1 октября также вернули старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требования компенсировать все за свой счет. При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября. В сентябре вступило в силу указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф. Окружные депутаты проверили ход строительства нескольких многоквартирных домов в Нарьинмарии поселке Искателей. Как стало известно, в ходе поездки три дома будут сданы в эксплуатацию с опозданием на год. Александра Литкова расскажет подробнее. Дом на 95 квартир в поселке Искателей компания ЗСК «Заполярье» должна была сдать в эксплуатацию в конце сентября. Сейчас строители устанавливают кровлю и окна. Данные работы завершат в ноябре. Остальное продолжат делать только после того, как завезут оборудование для отопления и отделочные материалы. О причинах отставания от графика рассказала директор предприятия Елена Соколовская. Очень много причин. Финансовые, коронавирус, предприятие мое, оно тоже имеет место быть. Всего понемножку, но набежало очень даже. Вот так, как набежало. Ну, просто за счет зимнего периода, ну, не получается. Я не могу в холодное здание сделать обои, выклеить, потом их отдать. Сдать объект строители планируют не раньше августа следующего года. С таким же большим отставанием «Заполярье» строят и два дома по улице авиаторов. Здесь также не хватает финансирования и материалов. Мы побывали на трех объектах, где подрядчиками являются «Заполярье». Да, ведь по объектам уже получено более 50% средств по контрактам. И один только ответ – вот нам бы еще побольше денег, и тогда бы мы успели. Но, когда подрядчик выходит на работу, наверное, он должен рассчитывать на свои средства и силы, да, и понимать, что если они выходят, то по-любому есть сроки, которые они должны укладываться. Сложную финансовую ситуацию окружной строительной компании депутатам пояснил и исполняющий обязанности руководителя профильного департамента Павел Масюков. По его словам, «Заполярье» не только застройщик, но и в первую очередь завод по производству стройматериалов. То есть, либо они делают только для себя, либо они делают для всего округа, да, то есть, чтобы другие застройщики. И проблема в том, что у них большая часть, на 50% работников – это все штатники. Там 75. Да, даже более. И первые платежи, которые у них идут, то есть, если работа не ведется, зарплату надо платить, нужно налоги платить. И вся та сумма, которая попадает по инвестплатежам у нас, даже если мы, которая должна была идти на то, чтобы там сплатиться с подрядчиками, либо закупить материалы, как у других, она идет там также на зарплату работникам, на налоги. И в конечном итоге остатки идут на то, чтобы завести эти материалы, ну, то есть, среду для того, чтобы изготавливать. Второй многоквартирный дом в поселке Искателей по улице Рассихина строится с опозданием на 5 месяцев. Сдать его компания «Осполох и монтаж» должна была еще в конце августа текущего года. Сейчас здесь идут работы по шпаклевке стен, монтажу инженерных сетей и благоустройству. Конец декабря этого года планируем ввести в эксплуатацию, ну, соответственно, получить ввод и уже инвестору нашему, сенсорить заказчику, передать квартиры по акту. А сколько квартир? Дом на 39 квартир. Как отметила депутат Наталья Кордакова, обращаясь к представителям профильного департамента, нужно усилить контроль за строителями. Все сроки пропущены, да? Говорить о том, что какие-то там сроки, поэтому здесь уже надо разговаривать жестко. Надо жестко садиться, составлять графики и выполнение их поэтапное, потому что мы так и дождемся. Пройдет еще пять лет? Конечно, пять лет пройдет, оно так и будет стоять. Мы вот здесь постоянно прогуляем, да, и вот это вот так и стоит. Неудивительно, чуть-чуть подрастет и дальше. Оно так и будет. Еще один дом по улице авиаторов строит компания «Полюс Жилстрой». Большая часть квартир 10-ти секционного дома сдана. Первые пять подъездов заселены, это 147 квартир. Шестая, седьмая, 65 или 65 квартир уже переданы. Ждут заселения люди, но я так думаю, что это в ближайшее время произойдет. Восьмая, девятая, десятая секция готова на 99%. В ноябре будем, то есть до конца года уже будем передавать квартиры. Еще четыре строящихся дома, которые проинспектировали депутаты, также будут сданы с опозданием. Два дома по улице Пионерской ориентировочно в ноябре текущего года. По улицам Рыбников и Октябрьская в мае 2021 года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры делал DimaTorzok